Всем привет, с вами iOS Monaco Gambit Fortnite и сегодня мы сыграем в квиз по Монако. Подписывайтесь на этот канал и ставьте лайки, чуваки. Желаю вам приятного просмотра. Первый вопрос. Монако это княжество, правда или ложь? Да, это правда. Поздравляю. Влад, для тебя второй вопрос. Монако самое маленькое государство Европы. Государство? Нет, это ложь. И еще есть варианты, какие ты думаешь, больше или меньше могут быть? Какие меньше могут быть? Ну да. География пошла какая-то просто. Я не знаю ничего. Ну, в общем, я не знаю. Ватикан. Я не шарю за страны, за географию, за это все. Мне кажется, это ложь почему-то. Ну ты прав, да. И Марк правильно сказал, Ватикан единственная страна, которая меньше, чем в Монако. Школьник, школьник учишься в школе лет. Я уже все, бумер. Марк, погнали дальше. Национальный оркестр Монако крупнее, чем армия Монако. Правда ли? Да, наверное. Думаю, да. Найхрен в армию. Ну да, сто процентов. Сколько солдат в армии Монако? Не знаю, ноль. Мне правда кажется, там вообще нет. Ну может тысяч двадцать максимум, мне кажется. Там же население не такое, там же по снопу просто. Уже такие взрослые старички и все. Там мало кто рождается, как житель. Мне кажется, человек тысяч двадцать максимум. В принципе, ты прав. Национальный оркестр больше, потому что в армии Монако там сто солдат всего. В оркестре там, по-моему, человек сто пятьдесят или двести. Влад, для тебя вопрос. В 2024 году АЭС Монако исполнится сто лет. В 2024 году сто лет. Мне кажется, сложный вопрос. Мне кажется, нет. Ложь. Ложь и неправда. И ты неправ. Это правда. А правда, реально? Сто лет уже? Да, в 1924 году был основан. Жестко, жестко. Марк, тебе следующий вопрос. Стадион Монако называется Парк De Prions. Правда ли ложь? Без понятия. Но... De Prions. Еще бы знать, что такое значит De Prens. Может, сейчас чья-то фамилия? Ну, если чья-то фамилия, то это довольно-таки логично будет. Потому что, типа, чели коснулась стадион. Путь будет, да, правда. И это, увы, неправда. Как? Как? А че-е-е-е-е... Стадион в Париже. Так называется. Команда Pessager. Главного конкурента Монако. Надо знать. Надо знать. Влад, для тебя следующий вопрос. Монако не входит в Евросоюз, но их национальная валюта евро. Правда или ложь? Правда, правда. Да, это правда. Двойная правда. Дворацкал. Получается так. Ну, 2-2 у вас сейчас. На говногу, так сказать. Марк, для тебя следующий. Национальный язык Монако — монегаскский. Правда ли ложь? Это вранье. А хотя национальный... Нет, кстати, может быть. Как еще раз он называется? Монегаскский. Монегаскский. Как? Я даже проговорить не буду. Это выдуманный язык. Мне когда кажется, что такого вещей не существует. Но я вообще такого ни разу не слышу. Пусть... Ну, блин, это сложно. Национальный, в принципе, может быть. Спокойно. Именно если граждане разговаривают. Пусть будет ложь. Хотя мне кажется, что это правда. Но пусть будет ложь. Да, это ложь. Жители Монако называют монегаски. Но такого языка не существует. У них французский. Влад, для тебя следующий. Население Монако меньше, чем население Чертаново. Чертаново — это в России что-то, да? В Москве, да. Район Москвы. Меньше, чем население. Сто человек в армии у них. А сколько у них людей? 50. Ну, чуть больше. Мне кажется, Чертаново — это... Мне кажется, короче, это... Чертаново — это безумно популярный XS7 район. Мне кажется, ложь. Ты же в Москве живешь сейчас? Ты бывал там? Не, не был. Я первый раз слышу вообще. Ну, не первый раз, так я не знаю, что это. Ну, в Чертаново больше, мне кажется, население, чем Монако. До стопроцентов, на самом деле. С подвохом вопрос, типа такой. Ну, короче, в Чертаново больше, чем в Монако живут. Да. Это правда. В Монако живет 30 тысяч, 32 тысячи человек. А в Чертаново — 300 тысяч человек. Так, Марк, для тебя последняя правда или ложь? Из Монако можно доехать до Италии за 30 минут. До Италии... Ну да, это правда. Да, это правда. Заряду в Geogester играю, я говорю. Влад, для тебя последняя правда или ложь? В Монако можно ездить только на электрокарах. Ну, ложь. А хотя нет, погоди. На электрокарах? Сейчас скажу, еще подумаю. Мне кажется, правда, да? Только на электрокарах. Мне кажется, ложь. Это ложь. Это ложь? Там же дохера богатеньких людей, которые на всяких Хомборгини гоняют. Там плюс, там еще вот эта формула 1 же приходит. Ну, я ничего не был неправ, значит. Ну что, ребят, второй этап. Марк, опять начнешь. Первый вопрос для тебя. В каком году АС Монако последний раз становился чемпионом Франции по футболу? Варианты ответа. 1978, 2000, 2003 или 2017? Блин, ну, мне кажется, не 2017 точно. Пусть будет 1900 вот этот. Это неправильный ответ. Влад, у тебя есть возможность украсть? Я краду эту возможность, понятное дело. Давай, короче, будет 2017. Это правильный ответ. О! Я шарю, я шарю. Ну, шутил. Я фанат футбола. Влад, это вопрос с фотографиями. Вопрос. На каком из этих фото изображен флаг Монако? Еще в отличие первого и второго. Что, меньше? Свет какой-то более густой. Первый, наверное. Первый, который, ну, сверху красный, снизу белый. Ой, белый. Нет, это неправильный ответ. А чего? Второй. Второй, это правильный ответ. Погоди, а второй, это что? Это не Польша? Сверху красный, снизу белый. Просто разница в цвете. Первый это флаг Индонезии. Да. В смысле, вот первый это флаг Индонезии, а третий это Польша. Следующий вопрос, Марк, для тебя. Как зовут действующего князя Монако? Вариант и ответ. Альбер второй. Альберт второй. Луи пятый. И Наполеон четвертый. Наполеон. Нет, это не ответ. Я просто не знаю. Альбер, Альберт. Что-то это странно слишком. Что, сложно очень. Бородом надо как-то. Я не знаю, кто. Подожди. Альбер... Блин, только недавно смотрел Орелу Решку, и там было Монако. И там, короче, я не помню, кто. Там ли Альбер или Альберт, наверное? Типа, подвох. Там тебя нету. Альберт или Альбер, да. Мне тоже так кажется, кстати. Четыре зуб, короче. Наполеон, наверное, точно. Пусть будет Альбер. Это правильный ответ. Фу, шиш, шиш, бро. Это жестко, это жестко. Под каким номером играет Александр Головин? Второй? Десятый? Семнадцатый? Или сороковый? Мне кажется, 10-й почему-то. Это неправильный ответ. 15-й. А почти мне кажется, я не сказал ответ. Я думал, я все не переиграю. Я вас всех переиграю. Это 17-й. Марк, он нас переиграл, получается? Да. Получается, да. Влад, хорошо, формишь 2 очка. Марк, для тебя следующий вопрос. Кто из этих людей не киберспортсмен? Значит, здесь будет 3 ника киберспортсмена и 1 футболист в Монако. Варианты ответа. Фамсиньо, Йоватич, Чневар и Усма Кабайл. Это имена, типа, да? Это, да. 3 ника здесь и 1 фамилия. Фамилия или имя? Каких игр эти люди, интересные, киберспортсмены? Они играют в FIFA и PES. А, понятно. Я даже не знаю. У них у всех какие-то фамилии. Это ники, блядь. Да, какие-то ники обычные. Короче, можно рандом-ворк использовать. На мидлэйсе ники такие. Я, короче, рандом-ворк. Давай, дядь, роль. Порой. Джо Веттик. Йоватич, это правильный ответ. Фу, дядя. Князь Монако 5 раз выступал на Олимпийских играх. В каком виде спорта? Варианты ответа. Футбол, хоккей, бобслей или парусный спорт. Князь Монако? Да. 5 раз встал в одном и том же виде спорта или что? Да. Это типа он старый, да, князь Монако? Ну, сколько он? Давно это было? Ну, я не скажу, когда это было, но ему сейчас, по-моему, где-то около 50. Что такое бобслей? Типа как на санках. А вот ему 63 года сейчас, князь. Ну, это тоже рандом морг, так называемый. Футбол хочется ответить жестко? Ну, я отвечу. Бобслей. Ну, бобслей это правильный ответ. Что? Просто он у тебя самого бога выглядит из всех. Санки. Ну, извиняюсь, конечно. Кто-то занимается бобслейом. Автомобиль какой марки никогда не побеждал на Гран-при Монако по Формуле 1? Варианты ответа. Перари, Мерседес, Рено или Ламборгини? Мерседес. Нет. Я не знаю. Ну, точно не Перари. Точно не Феррари. Ну, точно не Ламборгини. Я не верю, что Ламборгини. Пусть будет. Блин, ну, Рено самое такое... Убожество звучит как-то. По сравнению с Ламборгини. Ну, блин, я не верю, что если там будет Мерседес. Ну, мне кажется, Рено. Если там будет Мерседес, я буду ахиг. Зачем твой ответ? Да. Рено это неправильный ответ. Что вы, как Мерседес-то не выигрывали? Как ты не знал. Молахо, можешь подселить. Давай приколы у Ламборгини вправо. Какой Ламборгини? Как? Это правильный ответ. Как? Как Рено выигрывало, а в Мерседесе... Учи, учи. Формулы 1. На каком из этих фото не изображен Монако? У-у-у... Мне кажется, либо 4, либо 2. Нет, 4, короче. Ну, либо 3. Блин, 4 тоже не похоже, как будто, на Монако. Пусть будет 3. Это 4, да? 3-й это твой ответ? Да, мне кажется, да. Это неправильный ответ. 4-й, да? Да, это 4-й. О, да. 4-й? С яхтами это будет? Знаете, что за город на 4-й? Это Сочи. Хорошо. У тебя возможности оторваться и выиграть игру, по сути, сейчас. Да, давай, давай, давай. Какой самый распространённый общественный транспорт Монако? Варианты ответа. Яхта, лифт, автобус или вертолёт? Лифт. От какого фига там лифт вообще? Ну, автобус, я не знаю. Нет. Короче, я смотрел фильм про какую-то Олимпийку, которая жила в Монако, и она сказала, что автобус самый распространённый вид транспорта. Как я должен понять, правда она сказала или нет? Пусть будет автобус, доверюсь ей. Автобус это неправильный ответ. Ой, зять, она тебя обманула. Она обманула меня. Она знала, что будет от квиза, типа, заранее. И какой самый правильный? Ой, какой? Влад ещё может подсилить. Давай, давай подсили. Лифт. Это твой ответ? Да. Лифт, это правильный ответ. А я купил, я купил от выпуска. Ты не выиграешь никак. Боже. И 2-2, как всегда. Какой из этих фильмов не снимался в Монако? Варианты ответа. Принцесса Монако. Двенадцать друзей Оушена. Гонка. Или Железный человек 2. Принцесса Монако, наверное. Принцесса Монако. Это правильно. Неправильный ответ. Неправильный? Не получилось, не получилось. Двенадцать друзей Оушена, мне кажется, нет, потому что я точно помню, что они там кого-то грабили. Там точно было всё в Монако. Ну и Железный человек 2 точно нет. Ну я не знаю, но пусть будет гонка. Стоп, 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 стоп. А вопрос был какой? Не снималось? Да. Не снимался, не снимался. Значит, двенадцать друзей Оушена. Это неправильно. Железный человек, да? Нет, гонка. А, гонка. Всё, получается, Маваха, ты победитель этого квиза. Выиграл. А еще вхади меня. Ты выиграл приз поездка в Монако, когда закончится пандемия. Поздравляю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, колокольчики прижимайте, подписывайтесь на канал. Всё, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok